Привет, ребята! Небольшое видео, как записать тренировку в электронный дневник. Включаем телефон, находим приложение Beyond the Whiteboard, заходим сюда, вот смотрите. Главная страница выглядит так. Мало того, вы знаете, где находятся тренировки, но той тренировки, которую вы сделали, нет. То есть, вы выполняли что-то своё, либо дополнительное, что нужно сделать. Вот, посмотрите, здесь есть лог с плюсом. Нажимаем на него, выходит список, запись журнала. То есть, здесь воркаут, то есть, это и есть та тренировка, где написано. Видите, воркаут создать, записать. Теперь, вы выбираете воркаут из одного движения. Он состоит, допустим, бег, прыжки, подтягивания, что-то такое, что-то вы одно делали. Либо это комплексы, где включены несколько комбинаций. Либо вы выполняли популярные воркауты, это бенчмарки популярные. Либо вы повторили какой-то свой прошлый воркаут, который когда-то делали. Либо вы выбираете то, что вы когда-то смотрели, вам понравилось. Сейчас. Вы смотрели, вам понравилось и отметили для себя в избранном. А тут потом другое. Итак, вы выбираете, допустим, вы пробежали, да, сделали. Ваша тренировка была 5 километров в бег. Ну, сколько-нибудь. Выбираем одно движение. Здесь количество раундов на время. То есть, выбирайте тот протокол, который вы сделали. Вы пробежали на время. Либо даже вы сделали просто пробежку, легкую пробежку. В любом случае это будет как считаться на время. Выбираем на время. И здесь выбираем упражнение. Добавить на упражнение. Немножко нужно знать, конечно, английский язык. То есть, в английском языке бег будет как run. Пишем run. Предлагает все, что с этим связано. У нас чистый run. Отметили. Дальше здесь выбираем, что у нас было. У нас было расстояние. Вот видите. Отмечаем галочку. Пишем. То есть, можно выбрать метры, можно километры. Выберем километры. 5 километров. Сохранить упражнение. Тренировка получилась равна 5 километров. Общее время вы пробежали за 25, пускай 22 секунды. Либо, если это на время. Если вы бежали не на время, поставьте галочку сюда. Не на время. Подсказки есть. Заметки. Можно написать, что это была утренняя пробежка. Достаточно. Здесь выбираете для всеобщей публикации. То есть, публикация в своей группе. Либо только для меня. Пишем. Общая публикация. Сохраняем конвенциальность. Встретили пьюки. Это говорит о том, что было ли вам плохо. Испытали ли вы какие-то чувства. Пьюки – это кроссфит клоун, который вызывает болевать в нем, грубо говоря. И жилет. Если у вас был жилет какой-то, здесь можете написать вес. Все. Сохраняем результат. Сохранить. Сохранить. Все. Он переключился на табло результата. Здесь написано. FT – это 4-time. 5 километров. Здесь ваши комментарии. Все. Ваша тренировка сохранена. Как ее можно посмотреть, что она здесь есть. То есть, вы можете посмотреть календарь тренировок своих. Допустим, сегодня. Вот она здесь стоит. Комплексы. Комплекс мерит о том, что вы сделали. Теперь, если вы собрались создать тренировку, состоящую из нескольких упражнений, выберем тренировку из двух упражнений. Пусть будет, останется тот же бег. Так, смотрите. Включаем опять здесь. Комплексы. Выбираем комплекс количества раундов на время. То есть, что вы выполняли. Количество раундов на время. Выполнить. Тут подсказки есть, стенки написаны. Выполнить. Х раундов. Х – это ваше значение. Скажем, мы берем здесь. Три раунда стоит по умолчанию. Или будет три. Можно плюсиками, минусом отрегулировать. Пять раундов. Добавить новое упражнение. Давайте добавим наш бег. Мы знаем, как он пишется теперь. Отмечаем этот раунд. Расстояние. Скажем, 400 метров. Сохраним упражнение. И с бегом пускай у нас были подтягивания. Подтягивание в английском варианте – pull-up. Можете pull-up написать. Он уже даст вам pull-up. Повторений – 20. Тренировка пять раундов. Бег 400 метров – 20 подтягиваний. Выполняли на время. Если вы, ну, вы уже выполнили тренировку. Примерно время выполнения, скажем, 15 минут. Напишем 16. 28. Выбираете в календаре то, когда вы это делали. Сделали сегодня. Отмечаете. Сохраняем результат. Вот ваш результат. Опять здесь. Если вы выполняете тренировку, которую, ну, знаете, как называется, либо бенчмарк какой-то. Опять сюда же. Популярные воркауты. И здесь выходит список всех популярных воркаутов, которые топовых, скажем так. Посмотрите, здесь есть Мёрф. Fight Gone Bad. Диана. Вот бег 5 километров. Приседания со штангой на спине. За эти выполнения этих комплексов вы получаете уровень физической подготовки. Предыдущий воркаут. То есть здесь можно посмотреть те воркауты, которые вы уже делали. Может, вы хотите их повторить. Кто-то выбирает из моего списка. Избранные воркауты. То, что вы выбрали когда-то. То есть можете тоже сделать. То есть это из того разряда, какие комплексы вы хотите сделать. В принципе, всё. Если будут вопросы, пишите. Всё, пока.